МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, друзья! Сегодня особенный вечер. Сегодня в главной роли народная артистка Советского Союза, художественный руководитель и директор Московского художественно-академического театра имени Горького Татьяна Доронина. Татьяна Васильевна, конечно, это огромная радость, испытывает такое трепетное чувство от того, что в этой студии. Спасибо вам большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Извините, что я вас потревожил. Ну что вы, это приятная тревога. Присядьте, пожалуйста. Спасибо. Хоть вы и написали в вашей книге дневник актрисы такую фразу, что вам не очень интересно говорить о настоящем, гораздо приятнее вспоминать театральную юность. Мне кажется, что тему, которую я сейчас затрону, будет вам очень, очень интересно. Я говорю о премьере спектакля, поставленном вами в вашем театре. Не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца. Это такая фраза из сказки замечательной, пьесы Евгения Львовича Шварца. Что вас так напугало в названии «Тень»? Ничего меня не напугало. Тем более, что Евгений Шварц – один из самых моих любимых драматургов. Не просто от периода Акимовского театра, но еще гораздо раньше. Поэтому на премьеру к Акимову я бежала очень охотно, зная уже отлично все изящество необыкновенное, необыкновенный ум, сарказм. То есть те вещи, которые очень мало кому удаются столь искренне воплотить и иметь в себе, и кое-что скрывать, а иногда кое-что открывать. И вот это кое-что в этой дивной пьесе великолепно чувствуется. И меня восхищало всегда. Я взяла эту пьесу и, согрешив, поставила подлинные названия «Тень» в скобочке и не главным. А главная фраза из малонога анонциата и основополагающее предложение в этом совещании – «Не выходи замуж за принца». Здесь в какой-то мере у меня была боязнь того, что так хорошо знали все мои современники, очень хорошо. Сегодня не прочтется никак. Но когда тенью, самой первой тенью был Эрастгарин, я думаю, что как раз считывалось с ленинградской публикой абсолютно все. Потому что мы прекрасно понимаем, в какое страшное время это происходило, когда власти во многом лишали, обезглавливали город как раз лучшей части. Это мозг, это совесть. Выгоняли интеллигенцию из этого несчастного города. Это была тень. Вот тень такой смерти. Вот тень все-таки, она видоизменяется со временем, но не исчезает. А как она выглядит для вас сейчас? Сейчас те качества, которые я могу назвать теневыми, они, так сказать, вообще понятны. И я думаю, что все со мной согласятся, потому что то, что я не терплю, и открыто говорю, что я не терплю, когда так или иначе неверно отображают некоторые стороны нашей истории. А когда вы поняли, что вы точно не сможете по-настоящему полноценно жить без этой профессии, вот не с этих ли времен, когда вы впервые пришли в театр комедии на Невский проспект, в театр Акимова, и увидели в числе других спектаклей «Заметую тень»? Это премьерные тогда были спектакли, 40-й год. Мы жили в огромной коммуналовке на переулке Ильича. То, что совсем рядом с большим драматическим театром, который тогда был для меня еще, так сказать, таким чудом необыкновенным. Я бегала из школы, рядом с моей школой, 322-й. Совсем две минуты можно добежать. Я смотрела фотографии великолепной Владислава Стрижальщика, Ефима Капеляна, великолепной красавицы Нина Лихиной. Я любовалась, радовалась и никогда не предполагала, что когда-нибудь я буду в этом театре работать. Мне все нравилось. Я не понимала, почему неполный зал никак не могла понять, потому что я приходила в восторг и от девушки с кувшином, и от Сталинградского театра, мне было просто-напросто интересно, там уютно очень. И я повторяла все время стихи, потому что одна из поклонниц Большого драматического театра написала стихотворение, которое запомнила на всю жизнь. Начиналось это так. «Никто не придет, и ничто не поможет, Коль сердце в крови, Видно, так повелось, Во тьме коридоров, Быть может, Хранятся доныне Следы моих слез». Я поняла, это про меня. Ленинград воспитывал необыкновенно собой и воспитывал уровнем театрального искусства, потому что если существовала любовь к литературе, то это тоже шло через театр. Тогда я представляю, какое потрясение, наверное, испытали ваши родители, попав на премьеру «Варваров» Горького. Это спектакль, знаменитейший спектакль, и ваша первая роль в Большом драматическом театре. Спектакль, поставленный Георгием Александровичем Товстоноговым. Это знаменитая сцена, которую очень часто показывают ваши репетиции с Павлом Борисовичем Луспекаевым, где он так настойчиво добивается нужного тона. Нет, он излишне активен, потому что Черкун, который не любил Надежду, любила она. И поэтому замечание, которое совершает Георгий Александрович, оно, так сказать, естественно, потому что она активна. Паша, почему ты так активен? Но Паша был как ребенок. Вот необыкновенное сочетание подлинной мужественности, такое очень точно обозначенное великолепное мужское начало, и при всем при этом, как у очень большого артиста, большая доверчивость. А все, что касается реакции родителей, мама работала билетером, в Большом драматическом театре. Поэтому здесь еще окружение, все билетерши меня обожали, потому что я была своей. Я вот купалась в этой любви не только мамы, но и всех остальных билетерш, потому что я для них была их знаком, их обозначением. А что касается отца, он был необыкновенно обаятелен, красив, очень добрый, очень деликатен. Я помню самый первый спектакль, это «Володинская фабричная девчонка» в театре Ленинского комсомола. Дивная роль, потрясающая пьеса. И после моих таких первых реальных успехов, когда было написано, вот пришла актриса в театр, мою фотографию в роли Женьки Шульженко поместили в этом театральном журнальчике. Мне принесли этот журнальчик, я его схватила и сразу поехала к родителям для того, чтобы их порадовать. Мой застенчивый отец долго смотрел на портрет то ли дочери, то ли Женьки Шульженко. Потом посмотрел на меня, он был действительно потрясающим по доброте, глаза полные слез, и с этими глазами полными слез он сказал «Спасибо партии, и правительство». Ох, какое время! Ох, какое время! Да, это реакция, реакция на то, что поместили в портрет. Он, то есть, то, что было во времени как знак, да, было для него почти формула, и больше, так сказать, ну как еще выразить благодарность? Вот так. А когда он пришел смотреть старшую сестру, я никогда не спрашиваю, как хорошо или нет, потому что, очевидно, кое-что от отца я унаследовала, во всяком случае, моя застенчивость выражается в том, что я не спрашиваю, мне стыдно спрашивать, ну как? значит, я молчу, прятал, прятал глаза, потом поднял свои синие очи и сказал, Танечка, ну ты хотя бы полечку танцевала, что ты там танцуешь? Значит, вот этот танец, поставленный Славочкой Кузнецовым, который предусмотрен в замечательной пьесе Александра Моисеевича Володина. Ему стало стыдно за дочку. Нет, ну в таком неприличном виде. Поэтому их отношения такое особое и мало кому свойственно. Я хотел вас спросить, Татьяна Васильевна, вот о чем. у вас, конечно, удивительная совершенно биография, у вас нет ни одной проходной роли, которая не была бы замечена ни на экране, ни на сценических подмостках всех театров, в которых вы играли. У вас удивительные партнеры и уровень этих партнеров такой, что ну конечно просто позавидуешь. Это история нашего театра. это высочайшие мастера своего дела. Сейчас, когда вы руководите театром и вы должны в определенный момент делать выбор, когда приходят молодые актеры, когда репетируют приглашенные режиссеры или вы ставите спектакль, насколько ваша требовательность иногда вынуждена не стоять во главе угла. Я бы так мягко спросил. Довольно часто требовать что-то от нынешних ребят, того, что имело поколение, пусть в детстве, но прошедшее войну и понимавшее, что такое голод, холод особенно, что такое страх бомбежки, что такое ожидание отца и прочее. Время, которое снисходительно и небрежно и забывает о своих обязанностях по отношению к молодежи, имеет печальные очень последствия. требователь способности к анализу, к серьезной оценке событий. А без этого, без этих оценок хорошо ничего не сыграешь. Тем более, что мы в основном играем хорошие пьесы, классические, и здесь просто не проскочишь. Если подробно не оценишь, дальше уже можешь уходить со сцены, потому что это уже потеря. Значит, они приходят, они не приучены к этому. Они не приучены читать, следовательно, думать. Они не приучены к драматическому театру, потому что больше увлекает эстрада. И тогда приходится уже выбирать, потому что так или иначе нужно пополнять, пополнять труппу. Приходится выбирать вот из такого уровня. Но бывают исключения. Как правило, исключения это выпускники малого театра. Очень хорошие, почти половину выпуска взяла однажды из ГИТИСа. И сейчас они народные артисты. Великолепно работают. Ну и, конечно, особенно приятно то, что та молодая часть вашей труппы, что занята в премьерном спектакле. Не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца по этой изумительной вещи Евгения Шварца. Безусловно движется в том направлении, которое, как очень метко говорил, ну, немножко на птичьем языке, понимая, что его слушают любимые труппы, Георгий Александрович Товстаноков говорит, туда, то есть в правильном направлении. Спасибо, Елена. Это для меня большая честь и большая радость. Спасибо. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» художественный руководитель и директор Московского художественно-академического театра имени Горького Татьяна Доронина. Низкий вам поклон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова